Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех наших богомольцев поздравляем с Днём Памяти всех святых. Это празднование установлено на следующее воскресенье после праздника Пятидесятницы, после Дня Святой Троицы, и напоминает нам о тех плодах Святого Духа, которые человечество принесло Богу после сошествия Святого Духа. Святые, они всегда с нами, и во время богослужения мы часто воспоминаем святых угодников Божих, но прежде и больше всего мы вспоминаем их во время Божественной Литургии, когда во время евхаристического канона, после присуществления святых даров, священник молится такой молитвой «Еще приносим тебе словесную сию службу о иже вере почивших». То есть «Еще приносим тебе словесную службу о тех, кто умер, веря в тебя, Господа нашего Иисуса Христа, и в совершенного Бога, праотцах, отцах, патриарсах, пророцах, апостолах, проповедниках, евангелистах, мучениках, исповедниках, воздержниках, и о всяком дусе праведнем вере скончавшимся». То есть и о всех разных людях, праведных, которые скончались в вере. Размышлять о святых, с одной стороны, очень просто, с другой стороны, очень сложно. Проще всего это размышлять о святых словами святых. Мне хотелось бы несколько строчек зачитать из творений преподобного Силуана Афонского, который, как мы с вами знаем, простой русский человек, тамбовский крестьянин, был монахом в Патеримовском монастыре, представился в начале XX века, причислен к рику святых, и действительно своей жизнью, своими писаниями явил миру красоту праведности. И вот, как он в своих записях писал, «Любящих меня я люблю, и прославляющих меня я прославляю, говорит Господь. Бог прославляется во святых своих, а святые прославлены Богом. Слава, которую дает Господь святым, столь велика, что если бы люди увидели святого, как он есть, то от благоговения и страха упали бы на землю, потому что плотской человек не может вынести славы небесного явления. Не удивляйтесь этому. Господь так возлюбил создание свое, что дал человеку обильно Духа Святого, и в Духе Святом человек стал подобен Богу». Вот такие дивные, замечательные слова. А мне в продолжение этих слов хочется сказать, что святость и праведность – это, конечно, Божие избранничество, но это то, что доступно каждому из нас. Вот когда вспоминается история из жизнеописания одного подвижника, который рядом с нами жил, святого человека, праведного человека, с хиархимандрита Лориона Удодова, тоже пострижника Святой Афонской горы, настоятеля храма Владимирской иконы Божией Матери Виноградова. Вот к нему разные люди приходили за советами, да? Вот, батюшка, а как вот это, а как то? Вот он часто говорил такие простые слова. «Ты заповеди Божии знаешь? Знаешь. Их надо исполнять. А если ты их не исполняешь, не удивляйся, что, как вот в той песне, да, и кто там, крокодил не ловится, и кокос не растет, и скорби падают на тебя, на твоих близких. Вот, ведь заповеди Божии – это то, что, конечно, исполнение заповедей Божиих не предохраняет нас от каких-то скорбей и искушений. Господь посещает всех, и правильных, и неправильных посещает своими скорбями. Но через заповеди Божии мы делаем наше сердце способным к принятию этих скорбей. Вот говорят, Бог не посылает искушений выше силы. Ну, как сказать, как бы, при одном условии, если человек уготовил себя деланием заповедей Божьих, тогда действительно искушения, испытания, которые Бог попускает, скорби, болезни, какие-то проблемы внутренние, внешние, так сказать, какие-то обстоятельства жизненные, которые выминают наше сердце, человек способен их принять, как от руки Божией. А если он сердце свое не приготовил, то горе тому человеку. Потому что, ну, мы с вами, к сожалению, наблюдаем такие картины, когда множество людей оказывается раздавлены под своим жизненным крестом. Что остается делать нам? Господи, поддержи нас. Дай нам со смирением служить Тебе, со смирением выполнять наши служебные обязанности. Там, где мы поставлены. Кто-то поставлен священником, кто-то поставлен многодетной мамой, у кого-то служение руководителя, так сказать, офисного работника. Каждый несет свое служение. И вот точное исполнение наших служебных обязанностей – это одно из составных частей дела спасения нашей души. Если мы свое дело проходим с благоговением, страхом, вниманием, терпением, стараемся людям зла не делать, добрые дела стараемся делать, стараемся заповедь о любви применять в любом месте и в любое время, и к любому человеку, где-то потерпим, где-то смиримся, как бы поборемся за правду, если кого-то обижают. И вот так совершается путь нашей христианской жизни. И так в мире умножается святость и праведность. Есть ли святые вокруг нас? Конечно, только Господь не являет этих святых сейчас в наше время, вот среди нас, вот так явно, может быть, как Он это являл во времена стародавние. Вот почему? Да потому что нам это не полезно. Есть люди, которые живут праведной жизнью. Я, как священник, свидетельствую, что они есть, и что Господь сохраняет и в чистоте, и в целомудрии, и в молитве, и в благоговении. Вот подвигов тех, которые были у древних, такого, конечно, нет. Но об этом писали все святые отцы последних времен, 19 века, святитель Игнатий писал о том, что для современных нам людей, 19, 20, 21 века, единственный путь к спасению нашей души, единственный путь к Богу, это терпеливое несение скорбей, которые Господь посылает на нашем пути. Вот есть у нас сейчас такой общий наш скорбь, как бы такая, да, от которой сердце болит, и всякие обстоятельства непростые, да, вот пандемия. Терпим, да, терпим, так сказать, Богу молимся, делаем то, что от нас зависит, чтобы, там, других людей не заражать как-то, да. Выполняем те предписания, власти очень простые, четкие, доступчивые, которые, как бы, тоже нам транслируются. Вот. И вот так потихонечку живем, спасаемся, людям помогаем, которым... Есть люди, которым хуже, чем вот мы живем. Есть всегда люди, даже если мы до дна дошли, всегда есть люди, которым хуже, чем нам. И есть возможность помочь этим людям. Молитвы материально по-разному, как Господь благословляет. И если мы идем этим путем, то Господь нас благословляет, благословляет наши семьи и благословляет наше потомство. И в мире умножается этот дивный, замечательный плод праведности и святости. Всех вас с праздником, с Днем памяти всех святых. Сегодня принято также всех поздравлять с именинами, потому что сегодня день памяти каждого нашего небесного покровителя, того святого, в честь которого мы носим наше наименование. Спаси всех, Господи! Причастники, выслушайте благодарственные молитвы после принятия святых христовых тайн. Слава Тебе, Божия! Слава Тебе, Божия! Слава Тебе, Божия!